Классика в высоких широтах. Впервые в Наринмаре прошел фестиваль «Дни высокой музыки в Арктике». За четыре дня классику услышали больше тысячи жителей Ненинского округа. Со сцены культурно-делового центра звучали произведения Моцарта, Чайковского, Брамса и Верди в исполнении знаменитых музыкантов. Впервые в наш регион приехал оркестр «Московская камерата». Кому он аккомпанировал и как прошел фестиваль, расскажет Екатерина Гончарова. Еще перед открытием фестиваля его художественный руководитель Дмитрий Коган и глава региона Игорь Кошин встретились с журналистами. Говорили о развитии культуры и, естественно, о музыке. Известный скрипач сообщил, что в скором времени в Наринмар приедет директор Уральского музыкального колледжа Эльвира Архангельская. Она готова обсудить условия сотрудничества учебного заведения с нашим округом. Такой союз, по словам музыканта, поможет одаренным детям реализовать себя и постоянно повышать квалификацию преподавателей музыки. Вашу музыкальную школу возьмут под, что называется, крыло одно из крупнейших музыкальных детских заведений России и все будут и педагоги, и студенты, и все будет нормально. Вот так. Поэтому, наверное, просто нам больше нужно сделать и думать о том, что мы можем сделать сами, не дожидаясь, пока что-нибудь федеральные министерства нам принесут. В свою очередь Игорь Кошин отметил, что в сфере культуры регион ждут изменения. Потребности жителей меняются и им нужно соответствовать. Мы говорили о том, что сегодня очень много лубка, о том, что сегодня очень много хороводов, о том, что общество меняется и у людей возникает потребность в классической музыке, в высокой музыке. И именно в том числе и благодаря этому сегодня мы проводим этот фестиваль. В преддверии открытия фестиваля Игорь Кошин вручил Дмитрию Когану удостоверение общественного советника по культуре в Нейнском округе. Открыл фестиваль его художественный руководитель. Скрипачу деляет большое внимание развитию классики в современном мире. Дни высокой музыки – проект, стартовавший уже несколько лет назад. За это время фестиваль состоялся во Владивостоке, Челябинске, Самаре, Хабаровске и даже на Сахалине. Теперь классика в живом исполнении звучит и над просторами Арктики. Репертуар фестиваля Дмитрий Коган подбирал лично. Одним из условий было показать все многообразие классики. Именно поэтому в программе появились оперные певцы. Зрители услышали сопрано Екатерины Смолиной. Ее репертуар обширен – от музыки раннего барокко до сочинений современных композиторов. Не менее разнообразный репертуар еще у одного гостя фестиваля – Максима Пастера. Солист Большого театра и обладатель тенора не устает повторять. Классика – это массовое искусство, доступное каждому. Везде очень хорошо принимают. Это, знаете, как досужие домыслы. То, что классическое искусство, как бы, оно для избранных нет. Нет. Ни в коем случае. Это также нравится обычному человеку. Акомпанировал солистом и не только оркестр Московская Камерата. Этот коллектив отличается своим неповторимым исполнительским стилем, яркостью звучания и профессионализмом. Его игру и весь концерт публика оценила бурными аплодисментами. Мы в восторге. Вообще такое впечатление. Прямо все на одном дыхании. Даже, честно говоря, вот не ожидали, что такие получим впечатления. Очень яркие эмоции переполняют нас. Поэтому большое спасибо организаторам. Очень понравилось. Мне и моим коллегам. Вообще концерт был замечательный. Первый раз в моей жизни. Просто моя мечта сбылась. Второй день высокой музыки для Нарин Марцев стал фортепианом. Сольным концертом выступил известный пианист Алексей Курбатов. Он играл на площадках более чем в 60 городах России. Кроме того, с концертами побывал не только в Европе. Также на Востоке, в Америке и в Австралии. Сочинять музыку Алексей Курбатов стал в раннем детстве. Первое произведение создал в 5-летнем возрасте, а в 6 лет написал балет. Диапазон композитора широк. Это масштабные симфонические полотна и камерные произведения. Опера и вокальный цикл. Музыка к кинофильмам и различные переложения. Обширную программу пианист представил и жителям нашего региона. Я постарался составить ее из произведений различных авторов, которые показывали по развитию музыки за последние 300 лет. То есть там начиная от баха и заканчивая мной. Алексей Курбатов вместе со своим коллегой и еще одним гостем фестиваля Виктором Абрамяном провели мастер-классы. Музыканты отметили высокий уровень подготовки детей в школах искусств Ниньского округа. Наша музыкальная школа, учебная система, она очень хорошая, она лучшая в мире. В каждом, даже самом маленьком городке России есть школы и самое главное, есть энтузиасты, педагоги, которые отдают беззаветно преданное своему делу. Закрывали фестиваль пианист и скрипач также вместе. Курбатов и Абрамян исполнили произведения великих музыкантов Европы «Времени романтизма». С публикой они не прощались. В Заполярье возможно вернуться еще раз. Ведь фестиваль «Дни высокой музыки» в Арктике станет ежегодным. Субтитры создавал DimaTorzok